Дорогие друзья, уже близится дата 75 лет Великой Победы. Я хочу рассказать вам о своем дедушке Анатоле Андреевиче Усачеве, который прошел всю Великую Отечественную войну. Он родился 23 апреля 1914 года в городе Оренбурге. И в 1939 году закончил Московский государственный архитектурный институт и был призван на войну под руководством маршала Койна. Он был минером, участвовал в освобождении таких европейских стран, как Австрия, Польша, Чехословакия. И был награжден двумя орденами и 15 медалями. Самая дорогая медаль из них была за боевые заслуги, полученная под Сталинградом в 1942 году. Самое интересное, что на протяжении всей войны он умудрялся делать наброски. Он уходил от ужаса, страха. И им было сделано огромное количество набросков военного периода. Это дети-крестьяне, это те моменты, которые были взорванные мосты, и страдающие люди. Но всегда при нем оставалась светлая какая-то радость к природе, к архитектуре европейских стран и российской глубинке, и российского быта. Несмотря на весь ужас, он замечал во всем плохом, страшном, кровавом, он замечал хорошее, светлое. И эту глубинную любовь к природе, к людям он пронес всю войну. После войны он занимается опять архитектурными проектами, обнос-проекте, защищая респирантуру, но все время уделяет свободное творчеству живописи. После войны осталось также много писем, которые он писал своей любимой жене Татьяне Львовне Шургине. И вот одно из них. Полная разруха, дорог нет, Австрию не узнать. Я так хочу на родину, в те просторы, к тебе, моя дорогая. Это он писал своей любимой жене Татьяне Львовне Шургине. Произведения художника находятся в Грузии, Армении, в частных коллекциях Англии, Франции, Германии, Канады и Австралии. Вот такой небольшой рассказ про своего дедушки, художника-архитектора. Я являюсь его внуком, продолжаю его традиции как художник.